Пятый отдел, 14 глава. Это новый отдел, который начинается с повторения предыдущей. И нам, кстати, будет это очень полезно, потому что у нас небольшой перерыв был в занятиях, и поэтому будет очень актуально все это дело повторить. Итак, относительная и относительная прибавочная стоимость. Чем они отличаются? Ну, начинается с пятой главы все, отсылка. Маркс ее немножко повторяет, давайте мы повторим, оно будет очень полезно из-за нашего перерыва. Итак, в процессе производства, если раньше было все понятно, один человек физически что-то делает, он, соответственно, выпускает продукт, он занимается производительным трудом. Он приложил свои знания, свои руки, вышел продукт. С развитием производства, когда у нас становится много работников, они начинают работать в кооперации, возникает вопрос, а какой труд вообще считать производительным? Ну, понятно, да, кто непосредственно делает, кто этим командует, кто этим владеет, кто этим руководит. Возникает вопрос. Что считать производительным трудом? В принципе, при капитализме за счет разделения труда не обязательно трудиться руками, делать что-то руками. Понятно, голова все равно остается с тобой, даже если там что-то штампуешь легко и просто, ну, малейшая координация все равно нужна, голова остается. Но есть виды труда, когда в производстве не участвуют уже руки и вообще физическая нагрузка, да. Это промежуточный такой можно привести пример. Стеклотару выпускает, идет конверву, идут бутылки, идут банки, и сидит человек и смотрит, чтобы не было пробитых. Просто рядом. Казалось бы, руки не напрягает, да, работает чисто головой. Вот. Считать ли его труд производительным? Большой вопрос. И Маркс как раз начинает с этого момента разбирать это дело. Там много-много-много примеров, в чем заключается суть. За счет вот этого разделения, когда с одной стороны у нас есть физический труд, а с другой стороны есть умственный труд, они начинают производить, входить во враждебность между собой. То есть понятно, я работаю руками, тружусь, напрягаюсь, а ты тут сидишь, какой-нибудь инженер, ни хрена ничего не делаешь. Рисуешь там себе что-нибудь на компьютере, пишешь и все. Вот. С другой стороны, идет автоматизация производства, и даже на физических работах все больше сложной техники, и там все равно нужно больше знания. Это как раз прекрасный пример того, что называется одним из законов диалектики, единство и борьба противоположностей. То есть с одной стороны физический и умственный труд едины, с другой стороны противоположный. И они борются между собой туда-сюда. Не в плане, что кто-то кого-то победит, а в том плане, в каких взаимоотношениях они находятся между собой. Итак, повторив все, что было в пятой главе, пройдем дальше. Что такое вообще капиталистическое производство? Капиталистическое производство – это прежде всего производство прибыли. Чем советский завод от капиталистического завода отличается? Тем, что капиталистический завод должен приносить прибыль. Если он не приносит прибыль, он вонкрачивается или закрывается, или его продают другому человеку. Советский завод работает не для того, чтобы получать стоимость, а для того, чтобы получать продукты. Поэтому при капитализме, а так мы рассматриваем именно капитал, производительный труд это только тот, который приносит прибавочную стоимость. Тут ключевое, что именно прибавочную стоимость, то есть то, что дает деньги, то, что позволяет наращивать сам капитал. Не просто там приносит прибыль, прибыль приносить можно, все что угодно. А это именно создает прибавочную стоимость. Для наглядности, вы положили денежку в банк, в банке она полежала, а потом с процентами вам пришла с прибылью. Но при этом прибавочная стоимость не создается. Прибавочная стоимость создается на тех предприятиях, которые взяли кредит под это дело. А здесь, соответственно, прибыль хоть у вас есть, но прибавочной стоимости нет. Откуда выплачивается в этом случае? Ну, я говорю, с завода, который взял кредит, который сделал прибавочную стоимость и перераспределил это все по цепочке. Процент в конечном счете выплачивается в сравнении с прибавочной стоимостью, которая таким вот хитным путем перешла с завода в банк. Не в банк, а в платильщику в данном случае, тот, кто сделал вклад. Ну, сначала отправили у вас в банк, потом в банк в платильщик. Ну, да, да, да. То есть прибыль у нас, опять же, прибавочная стоимость создается на предприятиях промышленных, а прибыль может создаваться где-нибудь еще. Мы говорим именно о прибавочной стоимости. И в этот замечательный момент мы пришли до очень главного, очень сложного примера, который приводит Маркс и который постоянно цитируют очень многие люди, как пример того, что Маркс здесь взял для примера школьного учителя. Знаменитая цитата, что школьный учитель, который обрабатывает детские головы, вот он обработал детскую голову, вроде как сделал производительный какой-то труд, соответственно, он тоже рабочий, обработал голову. Давайте разберемся с этим примером повнимательно, потому что он очень важный. Первое. Повторимся, да, что производительный труд – это только тот, который служит самовзрастанию капитала, то есть тот, который повышает себестоимость продукции. Здесь и себестоимость, и себестоимость – это чуть-чуть другую, который создает прибавочный продукт. То есть если при помощи этого учителя капиталист может получать прибавочный продукт, ну, все правильно, это труд производительный. Берем какого-нибудь советского учителя, да, который учеников сделал, обучил они грамотные, они пошли учиться дальше работать, он вложил в них свой труд, соответственно, они что-то производят, но с точки зрения капитализма прибавочного продукта нету, соответственно, нету прибавочной стоимости. Соответственно, учитель в этом плане не создает прибавочную стоимость. Но, с другой стороны, если у нас учитель сидит на фабрике на какой-нибудь и учит непосредственно работников делать что-либо еще, его нанял капиталист специально для этой функции, здесь все понятно, да, тут этот труд действительно прибавочный. Это касается не только учителя, а любого человека, который на производстве занимается обучением. Мастера, допустим, да, какой-нибудь. Ну, ладно, мы чуть увлеклись, пошли дальше. Опять же, сам же Маркс замечает, что этот пример учителя, это не из материальной сферы, да, то есть учитель не делает никакой материальный продукт, он занимается интеллектуальным трудом. А в самом начале капитала мы рассматривали, что продукт, то бишь товар, это тот, который продукт, который материальный, который создан для продажи. Так как учитель учеников своих делает не для продажи, то есть это не рабы, которых он готовит, да, для обработки и полонтации, допустим, это ученики, то есть они не являются товаром, соответственно, ты не выпускаешь продукт. С другой стороны, учитель, когда обрабатывает головы, да, учит учеников, он уже тратит очень много сил, энергии, нервных каких-то своих возможностей, да. То есть, как пишет Марск, он изнуряет себя обогащением, знаниями работников. То есть, с другой стороны, в принципе, он уже работает, он трудится, соответственно, его труд, можно сказать, производительный. То есть, он, можно сказать, рабочий. Тут очень интересно, я, к сожалению, может быть, Алексей потом нас поправит, я не успел посмотреть, как это звучит в немецком варианте или в английский. У меня, к сожалению, капитал без пояснений в терминах, потому что Марк состоит, что учитель, написано, что это производительный рабочий, хотя, по идее, это просто производительный труд. Но это надо уточнить, может, Алексей нам что-нибудь подскажет потом на дискуссии. Я, вот честно, я хотел посмотреть переводы, не успел, а в моем варианте они не даны. Итак, что из этого можно подвести, какой маленький такой итог? Что вообще заниматься производительным трудом, это изнурение себя, это очень неблагодарная вещь. Это проклятие, как пишет Маркс, то есть, при капитализме работать, это проклятие. Нет никакой радости от работы, ты работаешь только для того, чтобы зарабатывать, грубо говоря, деньги. А имея средства производства, ты можешь себя не изнурять работой, а заниматься тем, что тебе нравится. Если тебе нравится непосредственно эта работа, ты делаешь ее для себя, и, соответственно, себя ты не изнуряющей такой деятельностью, а сам развиваешься. При капитализме любой производительный труд будет изнурительным и будет проклятием по той простой причине, что все, что вы выпускаете, все вашу прибавочную труд, прибавочное время, все поглощает другой человек. Не общество, как в Советском Союзе, даже не государство, как угодно. Частное присвоение, то есть, присвоение конкретным лицом. Вообще, Маркс в этой же главе пишет, что пример с учителем он будет разбирать потом, чуть далее. Это он немножко запишал вперед. И будет это разбираться в четвертом разделе, получается. Люди, опять же, как правило, останавливаются на этой главе и дальше не забегают, и все равно считают, что учитель – это производительный труд по той простой причине, что вот Маркс же написал в четырнадцатой главе. Но, опять же, Маркс пишет, что он это будет разбирать далее, не в этой главе. И самое главное заключение он делает в том, что, опять же, о чем нам Алексей очень часто рассказывает, что с течением временем понятие производительного труда менялось. Изначально производительный труд считался только тот, который обрабатывал, допустим, землю и получал, соответственно, продукты. А из этих продуктов уже все остальное. Ну, понятно, да, если вам нужна одежда, вам нужен хлопок, соответственно, хлопок надо, чтобы вырастили на земле. Вы хотите кушать, пожалуйста, пшеница, соответственно, только этот продукт считался производительным. Потом, потихоньку-потихоньку развиваясь, производительным трудом стал тот труд, который выпускал товары. Да, Маркс их разбирает и будет разбирать дальше в дальнейшем. Не в этом суть. Суть в другом, что с развитием капитализма это понятие будет тоже развиваться. И насколько я понял из прочитанного, что в принципе при более высоком развитии, в том числе и труд учителя, станет производительным в полной мере этого слова. Но при обычном капитализме, который был при Марксе, это еще не так. В принципе, если мы рассмотрим какое-нибудь государство капиталистическое, когда государство представляет из себя полную монополию и так называемый госкапитализм, там понятно, что государство берет этого учителя, он ему нужен, чтобы ему обучали свои кадры, которые будут в этом же государстве работать. Поэтому государство тратит деньги, инвестирует в учителей, учителя обрабатывают голову учеников, ученики, более высококлассные специалисты, которые будут работать на, опять же, государственных предприятиях. То есть у нас производство общее превращается, все государство превращается в одну фирму. И, возвращаясь к самому началу, когда капиталист нанимает какого-нибудь мастера, который обучает его рабочих, обрабатывает ему голову и не выпускает более продуктивную продукцию. Это у нас было про школьного учителя. Теперь мы, наконец-то, доберемся до сути главы. Это было длинное-длинное отступление. Вот здесь мы как раз и разберем, что такое абсолютная относительная стоимость. Помните, мы рисовали вот такой вот график. Здесь у нас ноль часов. Здесь, допустим, у нас восемь часов. Здесь два часа. Здесь у нас необходимый труд, то есть для воспроизводства цикла работы завода и для воспроизводства зарплаты своего рабочей, где-то сейчас, грубо говоря, работает два часа в день. Соответственно, все остальное – это у нас прибавочный труд. Или прибавочное время. Это опять все из прошлых глав. На этом графике очень легко и просто можно показать, что такое абсолютная и относительная прибавочная стоимость. Вот когда капиталист удлиняет рабочий день, допустим, до 10 часов, это остается у нас здесь пункт. Здесь у нас еще плюс П2. П1, П2. Прибавочное время 2. Вот увеличение длины рабочего дня – это и есть абсолютная прибавочная стоимость. То есть она абсолютно увеличивается в рабочем дне за счет увеличения времени дополнительного прибавочного. Что такое относительная прибавочная стоимость? Это когда вот этот отрезок, мы берем и прибавляем продукцию за счет того, что сокращаем вот эту вот часть. То есть мы передвигаем необходимый труд, делаем его, допустим, не 2 часа, а вот здесь вот 1 час. Соответственно, прибавочное время у нас станет уже не 6 часов, а 7 часов, только за счет сокращения этой части. Оно относительно, потому что относительно общего времени. Ну, понятно, опять же, мы все эти вопросы разбирали, да, за счет чего можно сократить эту часть? Можно внедрить новые технологии. Более высокопроизводительное оборудование, соответственно, увеличивается больше товаров, соответственно, необходимое время оплаты труда сокращается. Можно зарплату тут попонизить, да, пойти в Думу, сказать, давайте вы сейчас инфляцию поднимите на 10%. Соответственно, все товары на 10% вскакнули, кроме товара рабочая сила. Соответственно, вот эта часть на 10% для капиталистов увеличилась. С каждым годом по 10% и так потихонечку он свою относительную прибавочную стоимость увеличивается. Можно заставить работать более интенсивно, быстрее, быстрее, быстрее. Можно нанять более квалифицированных людей, которые быстрее будут работать. То есть способов много. Как сократить эту часть и, соответственно, за счет этого увеличить прибыль. Все это сравнивая между собой, в принципе, Маркс говорит о том, что разница между относительной прибавочной стоимостью и абсолютной прибавочной стоимостью достаточно иллюзорна. И не имеет особо разницы, за счет чего она играет туда и сюда. Какое решение, какое ваше действие приведет к увеличению прибыли. Это главное. Относительно и абсолютное нужны только для экономистов, которые будут читать, разрабатывать, понимать, выискивать соотношения. Более того, у Маркса там есть еще такая замечательная мысль, что вот это необходимое время, которое уходит на зарплату, грубо говоря, рабочему, и прибавочное время, его достаточно сложно вычислить. То есть где та грань, когда ты перестаешь работать на себя и начинаешь работать на дядю. В принципе, опять же, на будущее, если мы будем посмотрим, у нас цифровые технологии усовершенствуются и достаточно скоро появится возможность загружать все показатели производства и вот эту грань вычислять очень точно. Если мы все факторы производства суммируем, анализируем, получаем вот эту точку, и мы можем туда-сюда двигать. Главное – задаться этой целью. Для чего нужна плановая экономика? Опять же, экономисты это прекрасно знают и используют, и все это высчитывают. На каждом предприятии есть плановое дело. Единственное, что он считает, это все для предприятия и для того, чтобы увеличить прибыль. А если мы делаем социалистическое общество, соответственно, мы это начинаем считать для того, чтобы сокращать рабочий день и получать, так сказать, более полное обеспечение граждан. Ладно, перейдем дальше. Дальше у Маркса идут исторические примеры. Он там разбирает очень-очень-очень много чего как раз к этому моменту. В том числе разбирает и несколько азиатских способов производства. Это к вопросу о том, что многие говорят, что Маркс их нигде не рассматривал. Рассматривает разные школы экономистов. Кто, где, как считал и почему. Это мы проспустим. Это очень полезно читать для понимания того, как это все развивается и как правильно надо строить картину и рассматривать ее с какой стороны. То есть прекрасный пример того, как диалектика работает на практической платформе и на исторических примерах и на действующих экономистах того времени. Заканчивается глава буквально двумя очень короткими предложениями, но не очень важными. Первое – это то, что рабочий у нас авансирует капиталиста своим трудом. Как это происходит? Вы пришли работать на предприятие. Вы отработали месяц, получили зарплату. Соответственно, вы месяц работали, вкладывали туда свой труд. Зарплату вы получили потом. Как это происходит в других отношениях, любых, не когда капиталист между рабочим работает, а когда я, допустим, капиталист капиталистом. Капиталист приходит в банк, говорит, дайте мне денег на производство, я их проверну и вам дам плараценты. Банк говорит, нифига, давай плараценты плати сразу. Вот у тебя там 5 лет производства цикла, а проценты ты будешь платить каждый год. Хочешь, не хочешь, но с этим приходится соглашаться. Опять же, приходишь ты к другому капиталисту, говоришь, мне для фабрики нужен какой-нибудь материал, уголь, допустим. Пока вы за этот уголь не заплатите, вы его не получите. В принципе, это называется авансирование или инвестиция. То есть, вы когда даете свои деньги какому-нибудь предпринимателю, он их прокручивает как складом и возвращает вам с прибылью. Еще это называется инвестиция. Чем у нас там занимаются? Привлекают инвестиции в нашу экономику. В рабочем, у рабочего, когда он инвестирует, у него нет денег, у него нет средств производства, у него есть только труд. Вот он свой труд авансирует, то есть дает на время попользоваться капиталисту, а после того, как он ему попользовался, он возвращает ему в виде зарплаты своей. То есть, рабочий получается даром, даровой инвестор, который задарма инвестирует капиталистов. Это такой краткий смысл. Маркс на буквально двух предложениях. И еще один, он, правда, не по порядку, но был там же. Маркс тут же в этой же главе упоминает, что есть ростовщический капитал и торговый капитал. Он опять же ссылается, что будет разбор в дальнейшем. Кратко к чему приводит? У нас есть отдельно банки, которые занимаются финансовыми средствами. Ну, это в том числе и ростовщики, то есть банк от ростовщикства чуть отличается, мы это будем разбирать дальше. И есть торговый капитал. Что торговый, что ростовщический, что финансовый капитал, они занимаются тем, что высасывают прибавочный труд из производства. То есть, о чем же мы говорили опять же в самом начале, когда вы даете вклад и получаете его с процентами. Он как раз из этого и происходит, что финансовые организации высасывают часть прибавочной стоимости из производства и перераспределяет ее между своими участниками. Но опять же, это будет потом. На этом мы 14-ю главу заканчиваем и переходим к вопросам.